Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили этот ускорный голос. Узов принят, уезжаем. Днём примерно в два часа авария произошла на пересечении проспекта Толкихана и улицы Адербекова. В центре перекрестка столкнулись кроссоверы BMW X5 и Chevrolet Cruze. Обе автомашины ехали по Толкихана навстречу друг другу. BMW со стороны Парка Победы к центру, а Chevrolet в противоположном направлении. По словам свидетелей, столкнулись автомашины, когда Chevrolet стал поворачивать на перекрестке на улицу Адербекова. Получается, X5 ехал с этого, с Парка Победы, и Chevrolet на её поворачивал. В стороне казна, и всё. Ну, потом я услышал то, что, как будто кто-то врезал. Ну, я вышел, посмотрел, вдруг омно вышел. К счастью, несмотря на сильный удар в аварии, никто серьёзно не пострадал. Но автомашины понесли значительный ущерб. Сейчас подробности ДТП и степь недельных водителей выясняют сотрудники дорожно-патрульной полиции. ДТП и степь недельных водителей. Вечером, примерно в 10 часов, патрульных полицейских вызвали на улицу Тажибаева. По словам вызывавших, там шла массовая драка. В ходе дежурства на веренной территории к нам поступило сообщение от дежурного о том, что на улице Тажибаева идёт драка с участием около 10 человек. Мы подъехали к месту вызова и задержали несколько молодых людей, участвовавших в драке, и доставили их в Абайский отдел полиции. Уже в полицейском отделении участники потасовки рассказали о причинах драки. Как рассказали молодые люди, конфликт произошёл из-за невозвращенного долга. Мы с другом ещё в декабре заняли Нурдаулету из параллельной группы 65 тысяч тенге. Деньги он обещал отдать через два дня, но так до сих пор их и не возвратил. Нам он сказал, что вообще отдавать не будет. Сегодня мы поехали к нему домой и сказали, что если не отдашь, мы расскажем всё твоему отцу. Он стал просить не рассказывать, но потом слово за слово между нами началась драка. Позже пришли ещё какие-то парни, видимо, друзья или соседи Нурдаулета и стали нас избивать. А потом приехали полицейские и нас всех задержали. Со всех участников драки полицейские взяли объяснительное, а позже отпустили домой. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Следователи Абайского РОВД выясняют все подробности этого происшествия. Сотрудники Альфа-Арабийского отдела полиции задержали трёх женщин, подозреваемых в совершении ряда карманных краж. Уличить их в преступлении удалось при помощи бдительности горожан и камер видеонаблюдения, установленных на улицах Шимкента. Заявления о краже денег из карманов и сумок посетителей рынков полицейским поступали регулярно в течение последних месяцев. Так, в конце прошлого года в дежурную часть Альфа-Арабийского отдела полиции заявлением обратилась 30-летняя местная жительница о том, что на одном из рынков города неизвестные лица похитили из её сумки кошелёк с деньгами на сумму 120 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря камерам наружного видеонаблюдения, установленным в людных местах, оперативники Альфа-Арабийского отдела полиции задержали трёх подозреваемых жителей Шимкента – 1971, 1985 и 1991 годов рождения. Все они безработные. На сегодня полицейские установили, что задержанные причастны как минимум к трём фактам краж на сумму свыше 200 тысяч тенге. Сейчас по всем эпизодам возбуждены уголовные дела. По статье 188 «Кража» ведётся следствие.